Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius, и сегодня буду делать обзор на парфюм от французского бренда Montal, который называется Out Queer d'Arabi. Поехали! Итак, друзья, Montal Out Queer d'Arabi. Многие из вас, наверное, зададут мне вопрос не слишком ли я часто делаю обзоры на Montal, и в чем причина моей такой любви к этому бренду. Тем более парфюм этот уже далеко не новый, не новинка, аж 2006 года выпуска, и хотя говорят, что это уже снятость, я тем не менее вот буквально вчера зашел на сайт Montal, на официальный, он в продаже там по-прежнему без проблем. Так вот, объясняю, в чем моя тяга к Montal. Я действительно подсел на Montal, подсел на этот бренд, и причин тут несколько. Первая причина – это моя любовь искренняя к арабской парфюмерии. А Montal, если так фигурально можно выразиться, уже давно принял парфюмерный ислам, и давно уже, по сути, занимается арабской парфюмерией с молодых лет. Это его страсть, и если мы так в ретроспективе, и даже если на современную продуктовую линейку Montal мы посмотрим, мы увидим, что там процентов 70 всех Montal и Montal, и Montal в том числе, это откровенная арабская парфюмерия. Это ароматы с судом, с розой, с кожей, то есть арабская парфюмерия во всей своей красе. И для меня это вдвойне привлекательно, потому что это взгляд француза на арабскую парфюмерную традицию, и на мой взгляд это не может быть неинтересно. Вторая причина, я люблю заниматься поисками. Всем известно, что у Montal огромная продуктовая линейка, что с одной стороны хорошо, с другой стороны это, конечно, беда с маркетинговой точки зрения, потому что Montal на самом деле столько, и Montal выпускается, что можно смело создавать отдельный парфюмерный канал, и обозревать, и хватит на всю оставшуюся жизнь делать обзоры на эти Montal. Много, конечно, у Montal и проходных парфюмов, особенно когда он идет на поводу у мейнстрима, у каких-то трендов сиюминутных, и парфюмы тогда получаются, на мой взгляд, неглубокие, неинтересные и не стоящие внимания. Но когда начинаешь больше знакомиться с этим брендом, понимаешь, что именно то, что Montal по душе, а именно арабская парфюмерная традиция, такие ароматы ему удаются больше всего. Ну и третья причина, это моя любовь к нише, я имею ввиду к нишевым ароматам с характером, с необычным парфюмом, и также моя любовь к кожаным парфюмам. И вот этот вот парфюм, Аут Квир Д'Араби, который, в принципе, переводится как Ут, арабская кожа, он в полной мере соответствует. Это типичный арабский парфюм глазами французского парфюмера. Это также парфюм на тему кожи, и это также парфюм абсолютно сугубо нишевый. То, что я понимаю под словом нишевый, это значит на любителя, на большого любителя. И действительно, парфюм этот очень сложный, непростой, и любителям цитрусовых свежаков, классических фужеров и шипров, сразу хочу вам сказать, этот ролик можете дальше не смотреть, потому что тут будет совсем нечто другое. Подошел я к нелюбимому разделу своему упаковка-распаковка. Да, этот парфюм я заказал себе в качестве подарка на Новый год, решил взять самый большой объем 100 мл у Монталя. В принципе, что касается упаковки, все стандартное, как у всех Монталей. В принципе, в обзорах на Монталь можно этот раздел пропускать. Абсолютно стандартная коробка, абсолютно стандартный мешочек тканевый и абсолютно стандартный флакон. Нечто среднее между такой фронтовой гранатой или баллончиком с новичком, или ощущение какого-то химического оружия, или дихлофоса промышленной химии на любителя. Исходя уже из цвета флакона, что это глубоко черный такой, бескомпромиссный черный цвет, как у Малевича в черном квадрате. Исходя уже из этого цвета, можно догадаться, что тут конкретно нуар-нуарный. И действительно, парфюм этот абсолютнейший нуар в Кубе. Чем же меня этот парфюм так привлек? Привлек он меня, конечно же, своим характером. Рассказывать про пирамиду тут, наверное, будет бессмысленно и бесполезно, потому что вот из всех заявленных нот, а на официальном сайте Монталья заявлены кожа, табак и ноты горелой древесины. Вот из официальных заявленных нот, наверное, здесь только кожу можно так вот утвердительно и безоговорочно принять. У этого парфюма довольно неприятный резкий старт, что по незнанию может отпугнуть и отвратить навсегда. И даже если на парфюмерных ресурсах читаешь отзывы об этом парфюме, то, как правило, видно, что люди ограничились какими-то пробниками или нанесением на блоттер. Но этот парфюм нужно, старт этот нужно пережить. Как минимум минут сорок. Довольно резкое, неприятное лакокрасочное начало с обилием животных нот. При нанесении на кожу, когда мы вот переждём вот этот вот старт, начинается вот самое интересное, что есть у этого парфюма. Во-первых, конечно, это кожа. И Монталь в очередной раз доказал, что кожа бывает не только дегтярная кожа, к которой мы привыкли в парфюмерии, а-ля Тоскан Лезер. Кожа здесь не дегтярная, она больше похожа на какую-то винтажную кожу, какой-нибудь планшет офицерский или портупея, или уже такой видавший виды, далеко не новый солдатский ремень. Ощущения какого-то нового, только что выделанного изделия кожаного здесь нету. Что касается вот заявленных на сайте Монталя нот табака, тоже здесь их не слышно. То есть явных табачных нот каких-то здесь нету. Что касается нот сгоревшей древесины, как тоже явных нету. Ну спросите, чем же тогда он пахнет и чем же он так привлёк? В базе всё-таки на мой нос это сочетание вот этой вот кожи, ближе к винтажной такой старой, старые кожаные изделия какие-то, которые уже не источают такой резкий дегтярный запах свежевыделанной кожи. В сочетании немного с удом, и уд здесь тоже этот парфюм не назовёшь прям вот конкретно таким удовым парфюмом, каковых у Монталя не с честь. И в базе здесь, конечно же, очень много таких полутонов и нюансов, чем меня в принципе и покорил этот парфюм. Если бы меня спросили в двух словах, чем пахнет этот парфюм, я бы ответил, ничуть не задумываясь, пахнет Монталем. То есть есть здесь какой-то мэйджи, какое-то волшебство, и какая-то недосказанность. То есть вот в принципе то, за что мне понравился этот парфюм, чем он меня покорил, то, что вот к этим брутальным кожаным и удовым нотам добавляются ещё какие-то ноты, не понять, то ли это цветы, то ли это какие-то ароматные смолы. Но что-то есть такое сладковатое, но без намёка на ваниль. И именно вот в базе этот парфюм из какого-то резкого, неприятного, такого немного удушающего запаха на старте, который я бы на старте даже не идентифицировал как парфюм, то есть это больше из категорий запахи, то в базе всё происходит совсем наоборот. Кожа с судом и с кусочком волшебства, я бы так назвал. То есть мэйджик тут однозначно есть, и характер тоже есть. Что касается стойкости и шлейфа, если вот отбросить вот этот вот резкий, свербящий, такой лакокрасочный, лакокрасочный животный старт, который длится минут 40, в базе этот парфюм, он довольно тихий, что в принципе абсолютно не характерно для Монтали. Моё мнение, я бы даже громкости и шлейфовости ему добавил, особенно что касается в базе, мне чуть-чуть этого не хватает. Но вот когда вот он пропитывает одежду, даже шарф спустя несколько дней пахнет просто шедеврально. Абсолютно я влюбился и купил себе полный размер, и ни на минутку не жалею. На этом всё, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!